Ну чё. Собственно пришло время отомстить Доку за все его прегрешения. Здесь нам дают жизненную силу. Не забрал я тут статуэтку, в 15 главе придется за возвращаться, благо возможность такая имеется. Просто-напросто забыл про эту статуэтку, но благо действительно есть возможность вернуться потом в 15 главе. Просто пришлось сделать несколько лишних телодвижений. Это было конечно неприятно, когда я дошел до третьего этажа и выяснилось, что статуэтки у меня нет, что я её не взял. Я проверяю, нет для чего. В этой главе нас ждет два скоробейка. Всего у нас будет 49. Тут нас этот Доку заманивает. Засранец. Глава, кстати, коротенькая. Одна из самых коротких глав вообще в игре. Не считая 16-й, конечно, потому что 16-й вообще очень маленькая. Так, это я брать не могу. Не надо затариться. Что тут нам нужно? Вот эту штуку. Да и, в принципе, хватит пока. Сохранимся и пойдем ключик добывать. Я к воротам даже не подходил, потому что знаю, что мне нужен ключ. Какой молодец. Какой молодец. Сейчас мы познакомимся с этим местным дьяволом, так сказать. Добро пожаловать в глубины ада. Ну, образно выражаясь в глубины ада. Собственно, главный вопрос. Сможешь ли ты победить меня? Ну, сам он сейчас на нас нападать не будет. Он потом будет. В конце 15 главы. Ну, почти сам. Сейчас пока он бросил пиндов на нас на слалпачку. Ну, мы знаем, как с ним разбираться. Выгрузки цепь. Там, в помощь. Правда, может быть, тесаком-то было бы привольнее. Вот сейчас я вам покажу, как действует электрическая фигура. Она убивает, по-моему, до трех противников за раз. А может и больше. Я не считал. Дал нам ключик. Больше ничего не дал. Жадный. Идем дальше. Эта глава очень неприятная, потому что тут мы впервые встречаемся. Ну, на этом уровне сложности впервые встречаемся с рыбками. Рыбки здесь просто адовая хрень. Они нападают. Вот тут, почему они настолько сложны, эти рыбки. Потому что здесь еще не было предусмотрено избежание захвата, ну, сокращение времени захвата путем долбежки кнопки атаки. Вот во второй части. Это уже предусмотрели, и там уже, собственно, рыбки не были такой проблемой, как в этой игре. А здесь, конечно, пока они кусают, вот ничего нельзя их сделать практически. Вот их кусают пиранье, мать их. Можно на них тоже электрическую штучку сделать, но это не особо помогает. Потому что их дофига. И появляются они прямо из воздуха. А. У нас все здесь, конечно, не будет. Тайка. Тайка. Да. Тайка. 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 это вроде последняя по крайней мере здесь нас опять заманивает пусть заманивает что у нас тут? да ничего это мы таскать не можем а потом конечно же вернусь за ней здесь дневник который мы читать не будем он бесполезный я вообще не понимаю зачем тут нужны дневники потому что никакой практической информации они не несут просто немножко лор раскрывают так нам нужен ключик так кто если потому что в эту дверь мы просто к нему идем ох здесь новая вражина тоже появилась большой финт который умеет фигачить взрывным лазером и одной нимпы на него мало одного заряда так очень вовремя я нажал на старт иначе бы сейчас было бы все печально потому что когда рыбки хватают тебя они не дают тебе лечиться все равно цепанул а засранка зато полностью заряда не восполнила и просто бабло оно как известно победит зло рано или поздно так а нам нужен вот этот вот Здесь у нас, да, ключ левицы. Леонез, по-моему, это левицы, ведь по-английскому-то. Можно открыть и войтить. Пошел он на арену битвы, мы до него скоро доберемся. Для этого нам опять же нужен ключик, а как же иначе. Вот здесь вот первый из корабель, итого у нас 48. Как-то у нас как раз таки выход на арену. Здесь сохраненка, сохраненка очень полезная. Так, это мы возьмем, оно нам пригодится. Еще рыбки. Опять не успеваю первого удара сделать. Единственное место. Благо тут хоть дают много синие сенсы. Окушают они, конечно, очень жестко. Вот сколько людей не проходило игру, например, вот эту, на высоком уровне сложности, все бесились только из-за одного вот этого момента, что эти улыбки это просто невероятное что-то. Вот эти улыбки это просто невероятное что-то. Это вообще летающая Вова. Напоминаю эту Вову, реально. Прям даже пива захотелось. Надо будет, после того как наговорю комментарии для этой серии, надо будет сходить купить пивка с Вовой. Благ, сегодня выходной. Ну, когда я записывал выходные. А так-то серия, наверное, выйдет где-то на следующей неделе. Ну, в смысле в рабочей неделе. Вот эти рыбки. Ненавижу. Я знал, чтобы здесь. Смотри, вот здесь. Смотри, вот здесь. Гасанем. Ну, все урали. Отлично. Так, вот здесь, по-моему, ключ. Тот самый, да. А, да, кстати, вот сейчас мы подобрали ключ львицы-то, а до этого-то мы подобрали ключ льва. Чёрт. Прям вот смотрю на это и самому больно просто, физическую боль ощущаю. Какое сопереживание персонажу. Так, вот здесь. Минус. Теперь можно и сохраниться, и сейчас будет бой. Так, ну что ж, теперь бой с доку. Тоже довольно сложный. Но он попроще здесь, потому что без доспехов он меньше... Ну, то есть не всё блокирует без атаки. Сейчас он так... Пошмёт. На нём лучше мимпа не экономить. Он так же умеет полечиться, сволочь такая. Поэтому от захвата надо уворачиваться. Ну, то есть вот я просто-напросто из-за камеры не вижу, попадаю я или нет. Печально. Он ещё и так умеет. Вовремя полечился. Вовремя полечился. Промазал. Кто эту штуку заюзает. Чего там нет? Так. И последний. И до свидания. Короче духу перед смертью его ещё и проклял Ваша варю Печаль, беда Ну да ладно. Мэйн. Нет, в принципе, первое его проклятие, потому его алхимик-то пройдёт в третью часть.